Дружественный огонь На протяжении столетий товарищи по оружию отличали от врага лишь по эмблемам и гербам, вымпелам и флагам, доспехам и обмундированию. Американские специалисты пришли к парадоксальному выводу. Чем лучше подготовлены солдаты, тем выше вероятность того, что от их руки падут их же товарищи. По оценкам исследователей из военного колледжа в Леверморе, во время Второй мировой войны лишь менее половины солдат армии США хотя бы раз выстрелили по противнику. Объяснялось это плохой подготовкой. Бойцы долго раздумывали перед тем, как нажать на спусковой крючок, и враг часто их опережал. В результате солдат стали обучать по принципу «сначала стреляй, потом думай». Как следствие, потери возросли не только у противника, но и в рядах американской армии. По подсчетам Американской военной библиотеки, основанным на официальной статистике Министерства обороны, во время Второй мировой войны потери американских вооруженных сил от дружественного огня составляли 21% от всех убитых и раненых. Во время войны в Корее эта доля снизилась до 18%. Однако во Вьетнаме потери от «Френдли Фая» вновь возросли и достигли 39%. Во время войн в Персидском заливе от дружественного огня погибла почти половина всех убитых военнослужащих. Авторы исследования подчеркивают, что все приведенные данные являются минимальными. Поистине убийственные цифры. Материальные и людские потери от стрельбы своих по своим, сколь бы велики они не были, подсчитать и возместить можно. Куда сложнее с потерями моральными. Боевой дух солдат, побывавших под обстрелом собственных коллег, чаще всего уже никогда не восстановить. Сегодня на поле боя создается единое информационное пространство. Огромными темпами развиваются средства связи. Разные рода войск взаимодействуют все более тесно. Кажется, что стрельба по своим должна безвозвратно уйти в прошлое. Однако это не так. В последние десятилетия дружественный огонь стал настолько серьезной проблемой, что Пентагон принял решение о создании особой системы электронной автоматической идентификации «Свой-Чужой». Подобными системами уже давно оснащены самолеты и вертолеты всех стран мира. Но теперь вооруженные силы США планируют разместить их на каждом танке и бронетранспортере. На разработку было потрачено 10 лет и почти 200 миллионов долларов. Оснащение одной боевой машины системой «Свой-Чужой» стоит от 20 до 50 тысяч долларов, в зависимости от ее модификации. Перед каждым выстрелом танк или БТР будут посылать в направлении цели сигнал. Если объект дружественный, то он пошлет правильный ответ. Предполагается, что вражеская бронетехника верного отзыва на этот электронный пароль дать не сможет и будет уничтожена. Новая система действует на расстоянии до 60 километров и во время испытаний показала почти стопроцентную надежность. В перспективе сходной системы распознавания Пентагон планирует снабдить каждого пехотинца, в первую очередь бойцов спецназа. Компактный датчик-тепловизор закрепляется на защитном шлеме солдата и во время боевых действий постоянно посылает и принимает сигналы. Таким образом, пехотинец всегда находится в курсе, где свои, а где враги. Особенно эффективной данная система может быть в условиях партизанской войны или в населенном пункте, когда приходится разрозненно действовать небольшими группами. Во время бури в пустыне американские войска уже были оснащены устройствами глобального позиционирования – GPS. На экране компьютеров, подключенных к этой системе, в режиме реального времени отражались все перемещения своих подразделений и отрядов противника. Однако эта технология дала сбой в Афганистане, когда отряд канадских военнослужащих попал под интенсивный дружественный огонь американской авиации. Подобные случаи происходили и во время последней войны в Ираке. Дружественный огонь всегда был серьезной проблемой и для наших вооруженных сил. В ходе первой и второй чеченских кампаний потери от «Френдли Фая» были весьма значительными. Особенно много солдат погибло под своим огнем в январе 95-го при штурме Грозного. Тогда в ходе уличных боев продвигавшиеся по параллельным улицам колонны Минобороны и МВД не имели единого командования и даже связи, поэтому периодически обстреливали друг друга. Участники штурма в села Первомайское, захваченного боевиками Салмана Радуева в январе 96-го, рассказывают, что российские вертолеты несколько раз открывали огонь по бойцам СОБРа, Витязя и ОМОНа. Пожалуй, самым трагическим примером дружественного огня в Чечне стали события, произошедшие 2 марта 2000 года. При подъезде к Грозному на блокпосту в селении Подгорное сводный отряд милиции Свердловской области расстрелял колонну с ОМОНовцами из Сергиево Посада, приняв их за переодетых боевиков. 19 человек погибли, 54 получили ранения. По мнению специалистов, потери от дружественного огня неизбежны. И несмотря ни на какие новинки, окончательного решения этой проблемы не существует. Человеку свойственно ошибаться, тем более на войне. Продолжение следует...